я вас всех приветствую сегодня у нас 16 июля вечер я выехал уже третий день на дискование стерни после комбайна по пшенице дискатором отечественным нашим gd 35 глубина обработки где-то 15 сантиметров такой красивый вид у нас такая обработка после него параллельно не могу ходить только по загонам потому что этот дискатор кидает землю влево как клуб и оставляются колеи трактор мой на который я работаю как вам вид моего трактора сейчас залезу в кабине покажу подробнее что там от первого лица поехали на этом тракторе стоит коробка варю очень удобно с ней работать как коробка автомат она идет безступенчатая вот планшет вставил я себе курсовый указатель но он такой китайский как не помогает не смог с ним ни одну загонку резать резал загонки глазом только по посадке смотрел вон там краю есть деревья по деревьям смотрел вроде бы получалось нормально полный газ даем такие кнопочки работаю в механическом режиме чтобы не убить коробку так рекомендуется чтобы держать стабильную мощность в этом загонке есть пару проходов буду резать новую трактор иногда прыгает нечего делать потому что дискватор узкий кидают в землю в принципе трактором мы довольны особенно я лучше чем всякие МТЗ все таки кейс в Америке он вообще считается на уровне с джунлиром установил себе LED фары оригинальные ночью удобно работать потому что с заводскими лампами невозможно очень слабые и галогенные сидение вот так вернется удобно смотреть назад поставил себе шторы с надписью кейс многие спрашивали откуда я брал если что свяжитесь со мной или в тик токе и в инстаграме я вам расскажу все поподробнее вот так секции здесь на кнопку кнопочные на 210-х идут здесь рычаги по моему здесь поудобно там три секции а здесь четыре поставил себе ковер удобно работать холодильник то что смущает это зеркало поставили как будто на легковушке даже на легковушке идут побольше чем здесь думаю со временем мы приобретем и новое зеркало вот так сзади вот так сзади ходят глубоко чувствуется с трактором относить его от дискатора хорошего ничего не могу сказать пока на каждой уборке между пшеницей и подсолнуха должны менять подшипники между подсолнухи и кукурузой тоже меняем подшипники а подшипники не очень легко поменять во первых а во вторых очень дорогущий где-то 200 долларов один подшипник здесь идут по 8 подшипников батарейки идут от бдт в принципе хожу на стабильные обороты 1850 на 11 передача так сказать навеску полностью отпустил чтобы заходило глубже так сказали мне как можно глубже задисковать не вижу я в этом никакой смысл но если сказали должен делать то вот металла стоит кондиционер работает в принципе можно работать в таком тракторе то единственный минус что нет места для инструментов там маленький ящик думаю поставить побольше неприятно когда держишь инструменты в кабине сейчас у нас начинает темнеть и стерня сразу будет чувствоваться как станет мягче две недели прошли с тех пор как они начали убирать женицы и рапс начались дождей и никак не смог выехать сидел и ждал единственное что мне нравится когда заходишь к краю просто так поднимаешь бискатор отходишь выравняешься когда хочешь дать в заднюю вот так делаешь и он сразу переключался в заднюю и начинаешь ну в принципе как на комбайне работа с джойстиком на двести десятых джойстик это газ а здесь вперед-назад руль крутится очень легко я после один день за рулем этого трактора когда сяду вечером в машине мне кажется что руль в машине крутится тяжело смотрите как здесь я одним пальцем могу здесь крутить без проблем нравится работать на этом тракторе единственное что кабина не имеет хорошую амортизацию здесь стоят только мертвые соленблоки на новых моделях поставили уже пружины, подушки и комфорт конечно выше там вы напишите если нравится контент в таком формате я буду снимать чаще посмотрим если зайдет такой контент рассказывать про такую работу в этом сезоне переобул все покрышки на тех старых уже были трещины пробитые были было стрёмно с ним работать особенно ночью я работаю на полях которые далекие от базы там сдалека комбайн уже не видно его поскольку сказали симптом пшеницы убирали с этого участка это поле больше ста гектар нам не верилось но когда подходил там к комбайнерам ближе посмотрел что за 1 гектар заполнялся бункер даже не 1 гектар меньше там было вот комбайн включил мигалки ладно если получится поснимаю еще если будет что-то интересное если не будет буду здесь прощаться с вами я ждите до 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok